Трасса М5 «Урал» из-за снегопада уже не первый день стоит в многокилометровом заторе. Несколько тысяч машин оказались просто в снежной ловушке. Ледяной дождь обрушился на Сибирь. Заблокированы трассы федерального значения. Самолеты не могут взлететь из-за обледенения как суден, так и взлетно-посадочных полос. Целые регионы становятся обездвиженными. В связи с прохождением фронтальных разделов ночью с 3 на 4 декабря и днем 4 декабря по Кузбассу ожидаются снегопады, местами метели, гололед, местами снежные заносы, усиление западного ветра 15-20 метров в секунду, местами порывы 25-28 метров в секунду, резкое похолодание. Зима только начинается, и похоже, что аномальная холода и осадки смогут пережить не все россияне. Конечно, как продолжают говорить по российскому телевизору, Европа уже второй год замерзает без российского газа. Но по факту, в реальности именно простые россияне вынуждены брать кредиты на закупку дров, чтобы не умереть от холода. Также дрова можно получить в обмен на своего мужа или отца, если он поедет воевать в Украину и погибнет. Вот только такая помощь продлится не дольше, чем одна зима. Власти отчитались о доставке дров семье погибшего на так называемой спецоперации жителя Бурятии. Центральное отопление, туалеты в квартире – это те блага, которые большинству россиян просто неизвестны. Россия обладает крупнейшими запасами газа в мире. Но с газификацией в Великой и Могучей тоже большие проблемы. В России газифицирована лишь треть населенных пунктов. По логике Кремля, пусть россияне лучше умирают от холода или на войне в Украине, чем они будут дома сидеть в тепле и добре. Деньги идут на войну. То есть российский бюджет все больше и больше милитаризируется. Милитаризируется за счет чего? За счет сокращения потребления простых людей. Это знаете, как в том анекдоте. Папа, папа, водка выросла в два раза в цене. Ты будешь меньше пить, нет сыночек, ты будешь меньше есть. Вот приблизительно в таком формате живут сейчас россияне. Зима в Российской Федерации только началась и, похоже, она будет очень холодной и затяжной. Но спасение от холода россиян – дело рук самих россиян. Власти России о холодах только предупреждают, но помогать никому не собираются.